Состояние общежитий колледжей Карасайского района оставляет желать лучшего. В одном отсутствует интернет, а в другом студенты используют старые одеялы и подушки. Об этом стало известно в ходе мониторинга общежитий. Тему продолжит наш корреспондент. Активисты молодежного крылажа Старуха при партии Аманат и депутаты Масльхата посетили Каскеленский профессионально-технический колледж имени Санжара Жандосова. Общежитие при колледже, которое было введено в эксплуатацию в 1986 году и рассчитано на 300 мест, за почти 38 лет ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Сегодня здесь проживает около 50 студентов. Цвет стен общежития потускнел, а кухня и уборные обветшали инженерные системы, также изношены. Кроме того, находясь в самом центре Каскелена, в здании не проведена связь интернет. Представители ответственных учреждений заверили, что интернет здесь работает. Мы проверили, но не смогли подключиться. Поэтому мы не можем понять, есть ли все-таки здесь интернет или нет. На наш вопрос, есть ли тут интернет, сотрудники колледжа ответили, что интернет у них есть, только скорость плохая. Так обстоят дела с учреждением, которое в общей сложности дает профессиональное образование около 600 ученикам по 7 специальностям. Материальная база здесь также весьма изношена. Скорость интернета низкая. Скорее всего, из-за этого не удалось войти в сеть. А на самом деле он есть. Материальная база тоже имеется, но требует некоторого обновления. Мониторинговая группа посетила также и Каскеленский колледж культуры. Общежитие учебного учреждения построено в 1969 году. В 2014-м здесь проведен капитальный ремонт. Однако мебель в общежитии, которая рассчитана на 70 мест, уже находится в плачевном состоянии. Особое внимание члены комиссии уделили соблюдению техники безопасности. Так, замечание было сделано по поводу системы электропроводки. В частности, в некоторых местах провода не спрятаны, а попросту висят. Недовольство проверяющих вызвали и другие вопросы. Провадь, на которой спят студенты, железная. Вот почему им приходится использовать несколько слоев старых матрасов. Ситуация весьма печальная. А ведь в данном государственном учреждении обучается более 250 студентов. На вопрос, почему не созданы условия в общежитии, представители администрации колледжа ответили следующим образом. Мы каждый год отправляем заявки на выделение нам бюджета. Хотим сделать ремонт зданий и обновить мебель. Но финансирования нет. Мы делаем все возможное. О состоянии этих двух учебных учреждений говорилось не раз. Народные избранники неоднократно поднимали этот вопрос. Но ответ депутатам специалисты сферы образования так и не дали. В целом, в сентябре я направляла депутатский запрос в управление образования. К сожалению, ответа до сих пор не последовало. Так что будем ждать еще. Айслужан Досова, Курманжан Касмжанула, телеканал ЖТСУ, Карасайский район.